Встреча на самом деле состоялась 20 июля и по инициативе президента Трампа, таким образом, Трамп продолжил традицию встреч американских президентов с издателем крупнейшей американской газеты. Помимо издателя и президента, в встрече принимал участие также один из редакторов New York Times Джеймс Беннет и пресс-секретарь Белого дома Сара Сэндерс. И, как бы уже было сказано, встреча носила частный характер, иными словами, ее содержание этой беседы не предполагалось для публикации, не предназначалось для публикации. Тем не менее, в минувшие выходные Дональд Трамп сообщил о состоявшемся разговоре в Твиттере. Провел в Белом доме очень хорошую и интересную встречу с Сульцбергом, издателем New York Times. Потратил много времени, говоря об огромных объемах фейковых новостей, которые выдают СМИ, и о том, как фейковые новости преобразовались во фразу «враг народа». Печально. Сульцбергер не согласился с такой оценкой состоявшегося разговора и выпустил заявление, в котором изложил свое видение прошедшей беседы с президентом Трампом. Он посчитал, что твит Трампа вынес разговор в публичную плоскость и посчитал необходимым ответить. Я сказал президенту Трампу, что хотя фраза «фейковые новости» не соответствует действительности и наносит вред, я еще более обеспокоен тем, что он представляет журналистов врагами народа, написал Артур Сульцбергер. Издатель предупредил президента, что его провокационные заявления подрывают доверие к средствам массовой информации и могут привести также к насилию в отношении журналистов, потому что в последнее время участились угрозы в адрес сотрудников СМИ. Сульцбергер отметил также, что подобные провокационные заявления, риторика, могут быть использованы авторитарными странами в качестве оправдания их преследования журналистов. Издатель предупредил президента о том, что его нападки на прессу не только подвергают опасности жизни сотрудников СМИ, но и, я цитирую, подрывают демократические идеалы американской нации. На это Трамп разразился новой серией твитов. Когда СМИ, одержимые синдромом психоз Трампа, раскрывают подробности обсуждения в нашем правительстве, это действительно ставит под угрозу жизнь многих, а не только журналистов. Очень непатриотично. Свобода пресса также означает ответственность за правильную передачу новостей. Трамп предупредил, что 90% средств массовой информации освещают работу его администрации в негативном ключе, хотя, как он считает, администрация добивается замечательных результатов. Неудивительно, что доверие к СМИ такое низкое, написал он в еще одном твите. «Я не допущу, чтобы наша великая страна была продана ненавистникам Трампа в умирающей газетной индустрии». Но следует отметить, что президента Трампа нельзя назвать нейтральным наблюдателем в вопросе о доверии к средствам массовой информации. Мало кто за последние годы в Америке сделал больше для того, чтобы своими заявлениями, провокационной риторикой подорвать доверие к СМИ. В то же время необходимо отметить и то, что Трамп гораздо чаще, чем его предшественники, общается с журналистами. Он часто отвечает на вопросы журналистов на лужайке Белого дома, во время заседания Кабинета министров, а также на борту президентского лайнера. В общем, он общается с журналистами, но при этом он часто старается сделать это общение контролируемым. Так, например, он часто отказывает в возможности задать вопросы на пресс-конференциях журналистам, которые, как он знает, критично относятся к его работе. И на прошлой неделе как раз Белый дом не допустил на одно из официальных мероприятий корреспондента CNN Кейтлин Калленс. А газета Washington Post сообщает о том, что президент Трамп распорядился не допускать на официальное мероприятие или даже вообще лишить аккредитации в Белом доме еще двух корреспондентов. В того же CNN, корреспондента CNN Джима Акусту и Эйприл Райан, корреспондента American Urban Radio. Ну, однако, чтобы не прослыть фейковыми новостями, сразу же подчеркнем, что эти сообщения пока не подтвердились. Продолжение следует...